Газета номер 4, Март за 2013 год. Вот от издателя, вот идет притча Александра Ефимова прислала мне на почту вот такую притчу. Значит, мне приснился сон, что я попал на небо и со мной рядом появился ангел, чтобы сопровождать меня и показать мне, что там есть. Мы шли рядом до тех пор, пока и пришли в большой зал, в котором было множество ангелов. Мой ангел-наставник останется и сказал. А вот это отдел получения. Здесь мы получаем все петиции и прошения к Богу, которые люди высказывают во время своей молитвы. Ну вот дальше идет статья интересная, о чем просят, как это все согласовать. В апреле Луна рекомендует познавательно-практически продолжение Солерского кодекса здоровья. Солерский кодекс здоровья довольно-таки большое произведение, где-то на 100 с лишним стихов. И поэтому я разбираю не в одной газете, а в нескольких. Если съедаешь яйцо, жидким пусть оно будет и свежим. То есть, почему жидким и свежим? Ну, свежим это ясно. А жидким, да потому что еще все ферменты, которые находятся в яйце, они как раз самая ценная часть, которая будет способствовать и пищеварению, и усвоению. А когда мы сварим, жарим яйцо, уже белочек сворачивается, уже эти ферменты становятся недоступны. Вот интересная рекомендация, которая из Солерского кодекса, которую уже древние подметили, и она, знаете, в повседневном нашем питании и образе жизни оказывается наиболее разрушительной, но скрытой, что мало кто обращает на это внимание и понимает ее глубинный смысл. А именно, вода – основа жизни. Но если ею запивают то, что за обедом ешь, возникает холод в чреве и несварение пищи, влекущие болезни и хандру. 24 стих. То есть, пищеварение – это теплый огненный процесс. Мы съели с вами пищу, выделились пищеварительные соки, началось пищеварение. И если мы пищу запили холодной водой, то сразу же, понимаете, огонь пищеварения затушился, пищеварительные соки разбавились. И у нас действительно возникает холод в брюшной полости, который препятствует нормальному пищеварению. Пища, вместо того, чтобы перевариться, она может… Вот несварение как раз возникает. Раз несварение, значит, нет питания. И далее у нас идут влекущие болезни и хандра. Болезни разного рода недомогания на почве этого, недостатки питания. Из-за шлаковки организма несваренной пищи. А хандра – отсутствие энергетики. И мы хандрим из-за того, что неправильно питаемся. Поэтому, вот, одна из рекомендаций, которую я сейчас использую и вам рекомендую, это перед едой выпейте чашечку горячего чая. Прогрейте органы, желудочек. Все это будет симулировать нормальное пищеварение. Чашечку там, ну, пускай там кофейка. Ну, лучше все, травяной чай выпили, тепленький, с медом. Все это у вас пошло, значит, запустило нормальное пищеварение. И далее вы кушаете. А после еды воздержитесь. Лучше через часок тогда попейте. То есть жидкости принимайте до еды. Очень интересные рекомендации в этом Солевском кодексе. Ну, вот, знаете, прошла информация. Вот многие цитируют как памятник его древним, значит, врачевателям. Там такой какой-то, как знаете, он не работает. На самом деле там рекомендации великолепные. Так, информация о яблоках для пастящихся и не только. Почитайте. Обратная связь. Вот кто-то написал. Отзыв. О вреде избытка кальция. В организме кальций у нас выполняет роль укрепление скелета. А кремний дает связкам эластичность. Когда слишком много кальция, то все, что имеет эластичность, теряет ее. И за счет этого возникают там различные и отложения, и разрывы, и тогоподвижность в суставах. А когда, значит, мы будем говорить, и важно держать баланс между крепкостью и гибкостью с помощью кремния и кальция. И тогда и сосуды будут сохраняться в прекрасном состоянии. И связки. И мы будем чувствовать себя, знаете, такими молодыми. Вот как раз эта статья и рассказывает о роли кремния и кальция в организме человека. Ответы и разъяснения для читателей. Как справиться с последствиями эмоционального переживания? Ну, я рассказываю, как это можно справиться. Далее идет у нас оздоровительный опыт с комментариями. Зачем он нужен, такой опыт с комментариями? Он как раз на его основании, можно самому разобраться и понимать, что происходит с своей собственной жизнью, организмом, здоровьем. И как-то это использует положительно. Значит, о капусте. Какая капуста бывает? Значит, огромное количество капусты, огромное количество блюд из капусты. Все это я описываю. Дайте совет, опыт оздоровления. Вот я разбираю основу лечебно-моложевающей программы Нарбекова и Фотина. Как она действует, на что они сделали упор. Откуда появляются наследственные заболевания. Какие заболевания передаются по наследству. В основном передаются такие заболевания, как глупость и порочный образ жизни. Люди привыкли, вот так вот там есть. И это передается от мамы-дочки. Она привыкает так готовить. Сынок привыкает там так есть. То есть, в основном, глупость. Наконец-таки, литературная страничка. Я как раз решил написать свою новую автобиографию. И я несколько по-другому подхожу к этому. Пишу, чтобы это было интересно и в то же время жизненно, полезно. И вот как раз я рассказываю. Я рассказываю о том, как была такая игра в кубе. Вот как я себя чувствовал, что там происходило. Ну, интересная такая игра. И наша реклама скипидарные ванны. Скипидарные ванны. Скипидарные ванны. Спасибо. Скипидарные ванны. Спасибо. 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 Продолжение следует...